Тихоокеанский государственный университет отмечает 65 лет. В одном из крупнейших технических вузов страны учатся студенты и аспиранты из 62 регионов России, а также иностранцы. Они совершают новые открытия в учебных центрах и лабораториях, развивают благодаря этому целые отрасли, а после учебы успешно продолжают свой вклад в экономику региона и всей России. На празднование юбилея побывали и мы. 65-й день рождения университета – повод вспомнить о том, кто был у его истоков. Создавался вуз при участии профессора, почетного гражданина Хабаровска Михаила Даниловского, первого ректора тогда еще Хабаровского автомобильно-дорожного института. Один из его сыновей Александр по стопам знаменитого отца не пошел. Экономист по профессии, полжизни трудился в сфере торговли. А вот другой сын Юрий, кандидат наук, много лет был преподавателем ТОГУ. Знаете, мы видели отца редко. И воспитание, наверное, происходило больше опосредованно его примером, его отношением к жизни, его отношением к работе, его отношением к семье. Как бы он не был занят, все равно семья была, ну, наверное, на втором месте после работы. Стипендию имени Михаила Даниловского сейчас вручают самым одаренным студентам университета. В юбилей вуза чествуют и его преподаватели, а также тех, кто тесно с ним сотрудничает. Звание почетного доктора ТОГУ в этом году удостоен ректор Северо-Восточного сельскохозяйственного университета Китая профессор Фу Циан. На протяжении 30 лет мы учили и воспитывали людей по всему миру. Мы совместно открывали первую программу российско-китайского сотрудничества в Китае, обучили около 1000 китайских и 200 российских студентов. Мы вышли на новый уровень подготовки высококвалифицированных международных специалистов и стали образцом российско-китайского сотрудничества. Наше географическое расположение, расположение на Дальнем Востоке Российской Федерации, расположение практически в центре Азиатско-Тихоокеанского региона, обусловливает необходимость более плотной кооперации со странами АТР. В первую очередь это Китай. Мы уже имеем большой задел в части сотрудничества с университетами и компаниями Китая. 2500 первокурсников поступили в этом году в Тихоокеанский государственный университет. Здесь учатся ребята из 62 регионов страны. Среди них Алена Ларкина. Полтора года назад она переехала из Донецка и перевелась в Тогу на международный менеджмент. Мне очень нравится, что создаются какие-то дополнительные мероприятия для студентов, связанные с их направлениями. Вот недавно у нас были встречи с предпринимателями и в общем все такие мероприятия. Это очень интересно и в принципе очень познавательно для нашей профессии. Учимся, занимаемся спортом, еще СО есть, СНО, это студенческие научные объединения появилось недавно. А еще вуз славится насыщенной внеучебной жизнью. Сейчас Тогу готовится к большой трансформации. На его территории построят новый межвузовский кампус. В нем объединятся ведущие технические кадры, откроются обучения по новым специальностям, будут созданы крупные лаборатории и научные центры. С днем рождения, любимый университет! Желаем процветания, успехов и, конечно же, хороших студентов. Ура! Ура, ура! Анастасия Незнанова, Степан Крокус, СмотриХабаровск.